Ровно 13 лет назад, в июне 2001-го, в поселке Атамановка был заложен Всехсвятский женский монастырь. С тех пор он является не только домом для монахинь и послушниц, но и местом, куда в поисках веры, добра и благодати приходят тысячи паломников. В это воскресенье в монастыре вновь прошел престольный праздник в День всех святых в земле российской просиявших. Жизнь Всесвятского женского монастыря, расположенного в 20 километрах от Читы в поселке Атамановка, обычно течет размеренно и спокойно. Ежедневно монахи не работают в мастерских, где своими руками шьют одежду для священнослужителей и расписывают иконы. Постоянно приходится трудиться и на огороде, где сестры выращивают овощи и зелень для своего стола. Ну а для души разводят цветы, и здесь десятки видов. Один раз в год покой и тишину нарушают многочисленные паломники, приезжающие на престольный праздник. С утра целыми семьями сюда приезжают верующие. Для одних важно посетить божественную литургию, для других пройтись крестным ходом, а кому-то достаточно просто почувствовать на себе благодать этого святого места. В этом году паломников было столько, что небольшой монастырский храм просто не вмещал в себя всех гостей. Мы всегда приезжаем сюда, 22-го сегодня, День святых, всех земель нашего российского присоявших. И молимся за всех, во-первых, молимся. То, что сейчас у нас в Украине такие вот, у наших братьев, вот за них молимся, чтобы было все хорошо, за своих близких, за родных. И у меня очень рады мои дети. У меня Варя вот 7 лет и Федор, они у меня вообще с трудом стоят, потому что не ходят в садик. А сегодня только сказала, что в монастырь, сразу же соскочили, оделись, и мы вот к началу службы даже успели, стараясь воспитывать православную веру, потому что будет какая-то уверенность в их будущем, что они вырастут хорошими людьми. Мы приезжаем в монастырь каждый год на протяжении уже, наверное, 10 лет, в общем, с момента его основания. Я думаю, что крестный ход является защищением нашего края от каких-то нехороших, негативных эмоций, создает ему определенную защиту. И, в общем, молитва благотворная, думаю, будет влиять не только на область Тамановка, но и на весь наш город, но и, в частности, для каждого из людей, который примет участие в этом крестном ходе. Обычно крестный ход здесь совершают сами сестры, но сегодня в торжественном шествии приняли участие более тысячи человек, а возглавил его епископ Читинский Краснокаменский Владимир. Новый владыка впервые провел в этом месте божественную литургию. Да, я очень рад сегодня первый раз совершить божественную литургию. Здесь, в женском монастыре, в честь всех святых в земле русской просиявших, в день престольного праздника, рад, что такое большое количество паломников, мирян, прибыли сюда, в святой обитель, по случаю Дня престольного торжества. Мы вместе с ними объединились в общей молитве. Вместе с верующими владыка молился и за мир на Украине. В День всех святых по благословению Святейшего Патриарха во всех православных храмах читали особую молитву, направленную на прекращение войны. Епископ также провел аналогию сегодняшних событий с тем, что происходило во времена Сергия Радонежского, чьи мощи заложены в основании монастыря. Междуусобные войны, сотрясавшие Русь, тогда удалось остановить с Божьей помощью. На это прихожане надеются и сегодня. Светлана Тулунова, Андрей Фадеев, Время новостей.